И за бедный свет на меня, не волнуя и моя, они как люди смотрят на меня. И за бедный свет на меня, не волнуя и моя, они как люди смотрят на меня. На мой взгляд, такая женщина должна сниматься в кино, устраивать какие-то праздники, потому что она действительно фонтанирует энергией, она фонтанирует юмором, красотой. На мой взгляд, на таких людях, как Савченкова Галина Анатольевна, сегодня держится современная Россия, современный отечественный бизнес. Вот такие, такие женщины, они как раз нужны. И чем больше их будет, тем лучше. Поговори, мой друг, давай поговорим. Излить бы душу, да никто не понимает. Не торопись, еще немного посидим. Ведь мы, как звезды, в этой жизни догораем. Все, что успел набрать с собой, не унесешь. А все, чему так рад, конечно, дом и дети. Давай, мой друг, еще по маленькой нальем. За это счастье, что живет на белом свете. Засидимся до поздна, чтоб от души наговориться. Конечно, жалко жизнь одна, и ничего не повторится. Конечно, жалко жизнь одна, и я хочу в одном признаться. Давай, мой друг, с тобой до дна, чтоб и с друзьями не прощаться. Дела все бросить и куда-то улететь. Куда глаза глядят, порою безразлично. Влюбиться где-то и от счастья умереть. Проснуться утром и понять, что все отлично. Но отчего моя душа все чаще плачет? Да потому что в этой жизни жил Креша. Засидимся до поздна, чтоб от души наговориться. Конечно, жалко жизнь одна, и ничего не повторится. Конечно, жалко жизнь одна, и я хочу в одном признаться. Давай, мой друг, с тобой до дна, чтобы с друзьями не прощаться. Давай, мой друг, с тобой до дна, чтобы с друзьями не прощаться. Субтитры создавал DimaTorzok Представить завод герметизирующих материалов без его первого директора Галины Анатольевны Савченковой кажется просто невозможно. В коридорах ЗГМ вся история предприятия в фотографиях, и на каждом снимке она. Неунывающая, полная оптимизма и планов на будущее. Ее смерть было всем трудно поверить, и на ЗГМ решили увековечить память Галины Анатольевны Стеллой. Открывали ее пионеры завода, те, кто вместе с Галиной Савченковой начинали создавать ЗГМ. Почетное право открыть памятную Стеллу предоставляется пионерам завода герметизирующих материалов Завченкову Владимиру Петровичу, Слеповой Нине Анатольевне и Сухачевой Ирине Викторовне. Сегодня в сердцах каждого сотрудника теплая груз воспоминаний о нашем первом директоре. Нет уже той горечи утрат, которую мы имели в прошлом году. Есть уверенность в нашем будущем, и птица, парящая в ее руках, вселяет нам надежду, что все задуманное ей будет с нами сделано. Стелла действительно очень символичная. Начатое Галиной Анатольевной Савченковой дело процветает и сегодня. На предприятии по изготовлению герметиков появляются современные оборудования. Сотрудники осваивают новые производственные процессы, а география поставок заметно расширяется. У нас появляются новые технологии. Как ни странно, вот завод герметизирующих материалов и 3D-принтеры. Это же, казалось бы, не связано. Мы связали. У нас уже планируется на перспективу новый участок. Будем выпускать продукцию, часть продукции на 3D-принтерах. Автоматизированными становятся и те участки производства, где раньше использовался лишь ручной труд. На сегодняшний день ЗГМ – источник не только сырьевой, но и высокотехнологичной продукции, что составляет конкуренцию многим предприятиям. У нас перспектива очень хорошая. И коллектив настроен на то, чтобы реализовывать то, что было заложено и Галины Анатольевны. Мы не остановились, не опустили руки, не зная, что теперь делать. Мы знаем, что делать. Мы развиваемся и пытаемся, не то, что пытаемся, а уже делаем определенные успешные шаги, как на федеральном, на российском рынке, так и на международном. Рука, держащая птицу, которая стремится в полет. Развитие, призыв к будущему – это основное значение и смысл установленной стелы. Любимое выражение Галины Савченковой – «Кто, если не мы, когда, если не сейчас». Она вела вперед свое предприятие и коллектив. И сегодня ЗГМ сохраняет традиции и накопленный опыт, получает новый вектор развития. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова Корректор А.Егорова